Внезапно и неожиданно организовать многотысячный митинг, да? Мы говорим, чтобы сменить этот режим, нам нужны как минимум в Астане и Алма-Ате по 100 тысяч человек. И 100 тысяч человек неожиданно, вот так вот спонтанно выйти, это вообще, ну, не знаю, каким надо быть фокусником, чтобы это сделать. Кашпировским, Кашпировским, мозг берегает сигнал, 100 тысяч человек. 100 тысяч человек в Пушкеке, внезапно 20 тысяч человек, не может никто не выйти. Это дает обязательно форма контакта, объявления, у них есть лидеры, это при этом спецслужбы, конечно, будут об этом знать. Это невозможно, 20 тысяч, даже 20 тысяч человек внезапно, щелкну пальцами 20 тысяч побежали, внезапно начали двигаться. Ребята, это не серьезно, ничего внезапно не бывает. Заранее готовятся, дается объявление в социальных сетях, должен быть штаб, целая группа активистов, все должны скоординировать, действовать, двигаться в одно место, действовать, сообщать, скоординировать, внезапно это не бывает. Да, это вообще невозможно, надо организованно действовать, организованно создавать ячейки только из доверенных людей, которым вы доверяете. А чтобы создавать ячейки, надо быть убедительными, надо иметь навыки, знать программы, все объяснять, как бороться, отстаивать свои права, звать законы. Ну, в общем, надо бороться, а внезапно ничего не получится. Чтобы внезапно 100 тысяч человек собрать на митингах, ну, давайте посчитаем, это нужно быть как минимум по 2-3 тысячи ячеек в каждом городе. В Алма-Ате, в Астане, в Шамкенте, в таких городах, ну, чтобы собрать такую массу. Так что внезапно ничего не будет. И когда вы делаете то, и свадьбу организовываете, ну, даже если просто зовете куда-то, там, сходить в горы, вы же заранее объявляете, говорите, собираете людей, там, организовываете. Даже если будете строить дом, вы объявление даете. Спонтанно, никому ничего не сказав, ничего не получится. Вы будете сами по себе, никому ничего не говорите и сами по себе действовать.